Это было бы у мамы как стыдно, заплатила деньги, а сама всех обманула, никуда не пошла. Только, а что тут расстраиваться? Сама дура виновата, как говорится. Она говорит, господи, как же ты трясешься. Если бы мне было что там показать, да, например, если с этой точки зрения брать. Блин, камон, мы живем в 21 веке, люди. Погнали. Раз, два, три. Анастасия, еще раз приветствую, спасибо, что пришли. График плотнейший. Очень, да, очень. И опять хочу повториться, приношу извинения за небольшое опоздание. Я ненавижу опаздывать, поэтому каюсь, 15 отжиманий обязательно сделаю. Это обязательно, мы обязательно все сделаем вдвоем. А вы мне скажите, были такие встречи, на которые вы опаздывали? Прямо, чтобы, я обычно выхожу все время заранее, планирую. Даже в основном приезжаю, наоборот, раньше. Но вы же в области живете, а? Ну, пока, да, у сестры за городом, да. Но передвижения у меня очень много было, особенно сегодня, потому что у нас завтра опять начинается обучение. Вар продолжается, вернее, мы садимся на сбор. И надо было успеть все, и вещи привезти, заселиться в отель, и дела какие-то сделать. Вы судили финал Лиги Чемпионов, финал Олимпийских игр в Токио, и у вас нет своей недвижимости? Нет, конечно же, если говорить о квартире, у меня есть небольшая квартира, вот. Но я предпочитаю все-таки жить, ну, и помогать старшей сестре, маме. И у меня разъезды, там, у нас просто по 40, по 30 дней нет дома, поэтому... Это мы говорим все о Москве сейчас. Как в Токио? Вы были в Токио до этого? Нет, причем у меня... Япония всегда оставалась таким вот, хочется побывать, то есть прям вот пунктиком, где хочется побывать. Самая, мне кажется, обидная ситуация, я жутко боялась, честно, у меня была прям, ну, не фобия, но очень большой страх, не дай бог, заболеть. Это Олимпийские игры, если сейчас что-то пойдет не так, травма, не дай бог, или вот этот ковид, то есть я старалась вообще избегать всех контактов. У нас даже произошел разговор с Виктором Кашаем. У нас должен был быть до Олимпийских игр сбор с мужчинами ФНЛ. Вот. Он нам официально уведомил нас, меня и Катю, что вы должны присутствовать. Я говорю, Виктор, а там буквально за неделю до вылета, я ему пишу, Виктор, я очень боюсь. Он заверил, что у нас это в плановые сборы, на-на-на, да, там, все. Я все прекрасно понимаю, говорю, Виктор, ну вы поймите меня, что сейчас не дай бог, не дай бог я сдам. А нам нужно было как раз сдавать строго тест, вылет 14-го числа, и мы должны были сдавать 11-го и 12-го подряд два. Два ПЦР. Два ПЦР, да. Вот, я говорю, я очень боюсь. Почему? Потому что Катя переболела, и у нее антитела, да. Я говорю, а у меня нет. И я говорю, ну, то есть, я, может быть, я и болела, просто я не проверялась, но, потому что я очень боюсь кровь сдавать из вены. Ну, это еще одна моя фобия. Вернее, моя, наверное, единственная самая такая фобия. Наверное? Приобретенная. Ну, недавно я еще узнала, что я боюсь, оказывается, высоты. Это как вы поняли? Это я поняла, когда в Сочи посетила... Скайпарк? Скайпарк. Ого, так. Вот. Это было бы у мамы как стыдно, заплатила деньги, а сама не всех обманула, никуда не пошла. Я маленький вот этот вот проходик прошла, большой такой, широкий, где прыгают до прыгунов. Вот. И уже вот этот сам мост, самый вот этот главный, я встала на него, и я понимаю, что я не могу отпустить. То есть, у меня подкосились, хотя я никогда не... Ну, то есть, у меня дядя в Москве жил на 22-м этаже. То есть, вот там было страшненько. Вот. И в Сочи я говорю, я не могу, я не пойду. А тут еще люди пролетают на этих, на тарзанках. Уи-и-и-и. А мне... Я говорю, не-не-не, можно я посижу? И я вот так вот села, думаю, ну, что, что за трусиха такая? Вот. И я говорю, вот как раз поняла, что я, оказывается, боюсь. Вот вы прилетаете в Токио, в голове, вот вы думали, блин, я отсужу 3-4-5 матчей. Нет, это куда вы 3-4-5, тем более, 5 это не... Максимум, максимум 3 игры, минимум 1. Нет, мне просто интересна мотивация ваша. Мотивация получить долгожданный матч, отработать его и ждать, сидеть второй матч. Даже если это будет один матч, вы бы не расстроились? Расстроились. Если бы он прошел плохо, то что тут расстраивать, сама дура виновата, как говорится. Но вы получаете первый матч, хорошо отработали. Первый матч сначала я была резервной. Как раз Америка играла, Швеция-Америка. Просто мой вопрос в чем? Вот, например, все же судьи ждут окончания турнира, или кто-то уезжает, какая-то бригада остается? Нет, у нас как раз было после групповых этапов сразу же было отправление. Причем такая достаточно процедура, ну, не жесткая. Ты же не знаешь, там, уедешь, не уедешь. Соответственно, у некоторых выходили письма, там, буквально, там, через два часа у вас выезд. Даже вот так было. Потому что рейсов сейчас не так много. И, допустим, там, условно, если вы сейчас не улетите, то, там, через три дня только самолет. Ну, то есть, ну, и, в принципе, понимая настроение, особенно тех, кто, к сожалению, выбывает по, ну, из-за не очень хорошего Ризона, да, Ризона, что там провалил мрач. Причина, да. Причина, да. Вот. То, на самом деле, когда вот это вот ужасное состояние, когда хочется быстрее и быстрее уехать, я вспоминаю себя на чемпионате Европы, как раз тот самый матч, когда я уже готова была сама уйти пешком с вещами, потому что тот самый момент, когда, ну, тяжело. Вы помните себя в тот момент хорошо? Да, да. Ну, я говорю, мы даже, опять же, с Катей вспоминали. И руководитель UEFA отметила тоже, она мне, когда узнала назначение, что я получу финал, она мне прям прислала, во-первых, поздравления, во-вторых, помнишь, я тебе говорила, потому что она достаточно жестко со мной тогда поговорила, ну, жестко я имею в виду в том плане, что прям честно и открыто сказала, я тебе специально этот матч ждала. Чтобы ты обоснулась. Чтобы, ну, да, чтобы ты, вывезешь, не вывезешь, ты не вывезла, делай выводы. Сделаешь выводы, что-то получится, не сделаешь, она говорит, у меня таких. Как ты, очень много. От многих людей я слышал, ну, не то чтобы поговорка, просто впечатление о том, что приезжаешь в Европу, там все улыбаются, все улыбаются, весело, настроение другое, приезжаешь в Россию, грустно. У вас такое есть? Смотря кому грустно. То есть, если, допустим, брать судей оттуда, которые приезжают сюда, им здесь не грустно, потому что у нас много есть, да, там, очень любят посещать Красную площадь, очень вкусные рестораны, то есть, нет, ну, как бы. Это все с рабочей точки зрения, а с точки зрения гражданской, например, вам в Европе комфортно? Комфортно тоже, в зависимости в каких странах. Где комфортно? Ну, в такой вот, где женский, если мы сейчас берем, да, женский футбол, там, Германия, Франция, Испания, Италия, там все к этому относятся, ну, как шоу, да, как шоу, лояльно. То есть, потом еще, если вдруг, допустим, знают, да, там, бригада из России, и, например, они там видели, да, а, там, мы помним, она судила в финале Лиги Чемпионов, условно. Вот, то есть, уже как-то вот и игроки устали узнавать. Если брать страны такие достаточно импульсивные, ну, допустим, сейчас на ум мне приходит вот просто Турция. Почему? Потому что там и мужчины, и женщины такие горячие, вспыльчивые, ну, в том плане, что немножко... Темперамент. Темперамент, да. И, соответственно, ты начинаешь, опять же, с рабочей точки зрения подстраиваться под их темперамент, потому что ты понимаешь, что они там каждое касание, ай, больно оторвали. Там менее комфортно вам, да, получилось? Ну, я не так часто там была, просто, опять же, говорю, в тех футбольных странах, которые у нас занимают ведущие строчки, там все для, там, стадионы, болельщики. Ну, сейчас болельщиков, к сожалению, нет, то есть, в этом отличие есть. В России вам комфортно? В России летом очень комфортно. Вы никогда не думали о смене футбольного гражданства? А для чего? Например, если бы вы были немкой, я думаю, вы бы быстрее получили матчи мужских команд на более высоком уровне быстрее, чем, например, здесь в России. Я бы, наверное, так точно, ну, не, как сказать, почему я сейчас замешкалась, потому что с приходом Виктора Кошаи он же поменял все это отношение и к нам в первую очередь, потому что он знает, что это такое, он знает требования европейские. Потом в Германии только была Бибиана, кто судил Бундеслигу, пока девчонок тоже нет, у них есть второй сильный арбитр, она, по-моему, сейчас то ли третий, то ли второй дивизион обслуживает, то есть это тоже не так просто, это от гражданства, тут не только гражданство играет большую роль. Так нельзя, там, все, я стану американкой и буду судить МЛС. Нет. Такого не будет? Нет. Как вы узнали о назначении на финал? После каждого матч-дея женского и мужского женщины играли на день раньше, и, соответственно, у нас все вместе было брифинг после матча, и мы разбирали все моменты, клипы, женские, мужские. И после этого у нас проходило, соответственно, назначение на женщин. Ну, короче, воспроизведите этот момент, когда вам сказали «Анастасия, your final». Я помню себя, что сначала, ну, очень сильно, жутко сердце колотилось, то есть я себя услышала, сделала глубокий вдох. Первая мысль. Замерла, ну, как первая мысль? Ну, то есть, ну, это какой-то, я не знаю, какой-то хаос какой-то, то есть вот все сказали, тут же я поворачиваюсь на Катю и вижу ее тоже счастливые вот эти глаза. Она мне сразу пятюню отбила, такая, типа, ну что, я тебя поздравляю. И впереди меня сидела Бибиана, как раз она у меня баловаром все время. И она с ним, ну, первая, кто обернулась, встала, она такая, я тебя поздравляю, прям улыбается. Ну, все, она меня обнимает, и я только слышу, как она мне говорит, она говорит, господи, как же ты трясешься. Ну, то есть, видимо, я уже, ну, все уже, этот… Трясучка. Трясучка началась, да. И я утром, мы утром всегда вставали с Катей в 6.30, независимо, матч, не матч, потому что у нас очень рано тренировки были. Будильник прозвенел, я просто открываю, а у меня 75 в WhatsApp сообщений. Кто писал? Футбольные, нефутбольные. Ну, назовите кого-нибудь интерес, Кашая. Нет, это, естественно, это тут же, это немедленно. Это сразу. Кашай, Жорж Ринг, его ассистент, дальше из, руководить, а, Хачатурянц поздравил. Карасев. Левников, Карасев сразу, ну, как не сразу, а обязательно. И судьи очень много ребят поздравила, девушек очень много поздравила. Из таких руководителей, Роберто Розетти, Дагмар Дамкова, ну, правда, вот все, кто знает, ну, там, европейское, мировое сообщество, тут же все полетело. 75, а это же надо тоже ответить, я понимаю, что если я сейчас не отвечу. Обидеться. Ну, даже не то, что обидеться, ну, как бы, хочется выразить слова благодарности. Вы согласны, что Олимпиада по-прежнему это престижный турнир? Есть же много, вернее, с чем сравнивать. Ну, например, с Лигой Чемпионов. Это другой турнир? Вот в чем другое? А, вы про финансы хотите? Не, не, вообще не про деньги. Если брать... Не, 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 если брать... Деньги вообще сейчас неинтересно. Если брать женскую Лигу Чемпионов и женскую Олимпиаду, конечно, олимпиаду. Все разное. Во-первых, если взять Лигу Чемпионов, она, во-первых, была раньше, я еще не такая опытная была. В этот момент у вас знаете, что вы звезда, что вы круче многих российских футболисток, может быть, даже где-то футболистов. По уровню популярности вот этот вот... Тиражируем вы с фамилией и прочее. Если брать, да, допустим, даже потому, что сколько новостей тоже там... В гугле вбиваешь, да? Сразу. Это раз. Во-вторых, ну, из-за этого точно чувствую. Чувствуете что? Ну, что... Звездная болезнь или нет? Популярность. Ну, вот какой... Да, популярность, потому что мне тут же начали из пресс-службы Российского футбольного союза. Там тебя куча интервью ждет. Про перенос матч расскажите коротко, что там было? Ну, начнем с того, что финал сразу был... Стоял в программе Олимпиады в 11 утра. А это... Вы не представляете, что это такое. Это просто сауна. Это 38. Это открытое солнце. А еще же, как назвал, получилось у нас и дополнительное время, серия пенальти. То есть выложиться пришлось по полной. Вот. И хорошо команды, которые уже определились, финалисты как раз Канада и Швеция, тут же в оргкомитет, в УЕФА обратились с этой просьбой о переносе. Но это не так просто. Оказывается, потом еще это время забронировала сборная США еще два или три года назад, когда только Олимпиада начала, ну, то есть составляться расписание. Почему? Потому что это очень удобное время для Америки. Они были абсолютно уверены, что они будут в финале. Мы накануне сделали предогоровую тренировку, и шеф, наш босс, сказал, девчонки, пока информации никакой нет, точно будет перенос. В связи с погодой еще раз, да? Да. То есть и погодные условия, вернее, погодные условия самые важные. Плюс время. Почему? Потому что это у нас в Москве 5 утра, в Швеции это 4 утра, в Канаде я не проверяла, но я думаю, что тоже. Я думаю, в Москве этот вопрос меньше всех волновало людей. Самое главное для тех команд, кто играли в финале. Ну да, а уже вечер, когда уже отбой, мы встретились в лобби с боссом, и она сказала, девчонки, матч перенесен на 9. Мы такие, что? У нас на следующий день вылет 8 утра. Как раз у нас все случилось, дополнительное время, пенальти. Обратно мы еще, кстати, матч был на стадионе, где был финал чемпионата мира. Мы приехали в отель, и нам сказали, что через 2 часа вы должны уезжать в аэропорт. У меня есть для вас одна игра, но там, к сожалению, придется делить, придется называть или мужчина, или женщина. Я вам задаю короткий вопрос, вы отвечаете, даже можно карточки использовать. Пусть красный цвет это мужчина, желтый это девушке. И будете мне показывать карточку. Договорились? Запомнили? А почему желтый мужчина? Нет, наоборот, я сказал красный. А почему красный, вернее, мужчина? Что с такой? Что первое в голову? Мне пришло... Второй раз в жизни держу карточку профессионального арбитра FIFA. Так, это мужчина? Это мужчина, это женщина. Все, договорились? Вам не перепутать. Кто лучше разбирается в футболе? Ну, понятно, что мужчина. Почему? Потому что, если взять все футбольное общество, в основном, кто у нас правильный мужчина? Кто сильнее играет в футбол? Если делить, просто взять футбол, конечно же, мужчины. Но, опять же, подели по половому признаку, здесь сложно сказать, кто лучше играет. Потому что женщины тоже отличаются, ну, то есть и зрелищности, и... Ну, много, много есть факторов, почему смотреть надо женский футбол. Кто лучше тренирует? Так как в свое время у меня были только тренеры-мужчины, поэтому да, но я хочу еще и, чтобы было вот так. И так будет, так будет. Дай бог. Кто вкуснее готовит? Кто лучше водит машину? Здесь прям вот так. Почему? Потому что я автолюбитель тоже со стажем, и я точно могу сказать, во-первых, я аккуратно вожу, никого не подрезаю. И есть мужчины аккуратно водит, и женщины, поэтому здесь одинаково. Кто хлеще ругается матом? Все зависит от темперамента, но, наверное, они. Они. Кто круче шарит в бизнесе? Тоже. Опять же, если ты крутой специалист, неважно в какой сфере, женщина, мужчина. У вас есть бизнес? Был бизнес? Хотите заниматься бизнесом? Наверное, нет. Не хотели бы? Но бизнеса нет? Нет. Кто более транжиры? Ну, да. У вас самая большая покупка – это что? Квартира, машина? Квартира, машина, он, наверное, рюкзак. Луи Виттон. Да. Кто больше делает ставки? На что? На футбол, на спорт. Все откуда-то, я знаю. Ну, если мужчины разбирать, то, наверное, они. У вас заколебали вопросы в интервью про мужчин, про феминизм, про вот это вот все сравнение постоянное? Нет, не заколебали, потому что... Они есть и будут, пока, я говорю, пока мужчины с этим не свыкнутся. Кто больше курит? Ну, я думаю, да. Хотя есть женщины, которые заядлые курильщицы. Вы курите, курили? Нет. Отрицательно относитесь? Сейчас вообще, да, очень сильно. До этого, ну, понятно, по молодости кальян пробовала, но после того, как я посидела на... Один раз я пост соблюла, и после этого я не могу переносить запах дыма сигарет, все у меня прям воротит. Кто больше пьет? Ну, так тоже нельзя сказать. Ну, если брать клише российское, то как раз за границей все думают, что мы пьем водку, неважно, женщина или мужчина, вот, поэтому, наверное, мужчины. Давайте перейдем немножко к другой теме. Я просто не до конца понимаю, почему многие интервьюеры ее не затрагивают, но мне, правда, очень интересно. Попался в вашей биографии, вы играли в футбол, и вы в футболе с 1996 года, 25 лет вы уже в этом большом спорте. Все правильно? Ну, может быть, еще можно чуть-чуть пару лет накинуть. Я же, мои первые шаги были в мини-футболе за девчачью команду. Первый мой тренер Бичарова Зоя Евгеньевна, большой привет. И вот как раз после этого я попала в школу Чертанова. Вы играли в трех командах. Диана, Рязань, Россиянка. Ваш максимальный трансфер сколько стоил? Самый-самый-самый максимальный трансфер. Ну, опять же, это все потихоньку было. Перейдя в Рязань, у меня зарплата поднялась. Попав в сборную России, зарплата еще чуть-чуть поднялась. То есть, как таковых трансферов у меня не было. Желаю свободный агент везде. Ну, да. Но в Россиянку был реально официальный трансфер 3 тысячи долларов. 3 тысячи долларов. На которой я прожила полгода, когда закончила играть в футбол. Не на что было жить. Прожила достаточно неплохо. На зарплату Россиянки? Ну, на подъемные. 3 тысячи долларов, а зарплата у меня была, по-моему, 15 тысяч рублей. В каком-то интервью, ну, среди последних, вы говорили, что футбол не мужской вид спорта. А какой тогда? Каким прилагательным мы их характеризуем? Ну, футболу народная игра. То есть, на пол мы его не должны делить. Вы помните футбол в 90-е? Каким он был? Ну, в 90-е тогда так оно и было, что это не женский. Вообще, девочки не играли в футбол девочек. Я говорю, я только переехала в Москву, нашла как раз команду, что играет в футбол. А так, до этого я даже не знала, что женский футбол существует. Поэтому, да, футбол всегда был мужским видом спорта. Опять же, я говорю, из моего детства. То есть, меня брали в команду по остаточному принципу, потому что все разобрали, да, вот когда делятся два капитана. Водвариваем. Ну, ладно, давай за нас. На раму. Да, окей. Как вы относитесь к женским боям? Я вообще к боям отношусь спокойно. Почему? Потому что сама занималась каратэ. Ну, вы смотрите UFC? Прямо так смотреть нет. Опять же, новости спорта читаю, смотрю, там, если кто-то измешает. Аманду, ну, не знаете. Да, да, да. Ну, то есть, таких вот топовых. Сайборд, например, знаете? Топовых знаю. Ну, прям вот, чтобы смотреть, особенно вот эти бои без правил, я не очень люблю. Потому что там сразу кровище, особенно вот это в клетках. А вы боитесь крови? Прям вот если я сейчас увижу ее, нет. Я боюсь ее сдавать. Будучи судьей, очень много я видела очень таких жестких травм. И на чемпионате Европы у меня как раз случилось, когда столкновение вратаря с игроком было. Кровище, просто у вратаря кровище. На 11 минут мы останавливали матч, ей зашивали прям на поле. Там я не успевала даже испугаться. Почему? Потому что я понимала, так, так, спокойно. Так, врачи сюда, все нормально. На-на-на, или там у кого-то нос разбит. То есть, нет вот этого, ну, я сейчас потеряю, упаду в уморок. Нет. То есть, здесь не дает концентрация расслабиться. Когда я готовился к нашему сегодняшнему интервью, есть один кейс. Ну, я думаю, этот кейс, он, если даже его можно кейсом назвать. Короче, ситуация с Эриксоном. Мы с шеф-редактором эту ситуацию как-то пытались. Я вживую это смотрела. Честно, у меня слезы были на глазах. А вы вживую смотрели? Я имею в виду вживую по телевизору. А, по телевизору. Ну, в лайфе, сори, не так выразилось. Я в шоке была. Я была в шоке. И, ну, реально, слезы навернули. Потому что я вижу, как реакцию, во-первых, супруги его. У меня даже мурашки пошли. Она была. Ну, то есть, я, это, это страшно. Это очень страшно, когда у тебя близкий человек, и она не знает, она хочет туда, а ей нельзя. То есть, ну, прям, правда, когда ребята его закрыли, то есть, это просто, ну, я, это, это, это страшно. Шок и, пф. Единственный еще момент, я не могу понять, почему не было скорой, как у нас на стадионах. Вот, стоит скорая, пожарная, скорая. То есть, странно на таком уровне. Не хочу, там, наговаривать на, может быть, там, безопасность, может быть, не было подъезда, я не знаю. Но, как правило, это все, ну, должно быть, вот, прям, немедленно. Вы следили за судьей, как он себя вел? Да, он очень все правильно сделал. То есть, тут же остановил, тут же подозвал. То есть, все, что нужно. Главное, самое главное здесь, быстро остановить игру. Еще одна рубрика сейчас будет, называется «Или-или». Тут я вам даю два варианта, вы называете, там, или А, или Б, да. Безлимитные деньги или вечная слава? Наверное, безлимитные деньги. Почему? Потому что, ну, по крайней мере, ты на них можешь, там, тебе не важно, это слава, известность. Ты живешь своей жизнью, может быть, даже и можешь и закрыться от этой славы. Поэтому, наверное, безлимитные деньги больше. Судить премьер-лигу России или вторую бандеслигу Германии? Я россиянка, поэтому первая. Я ждал 40, кстати, услышите. Марта или Надежда Карпова? Вот так подобрали героинь. Ну, если брать по успехам, по известности и вообще по уровню, конечно, Марта. Вы знакомы с ней? Сейчас не вспомню, но какой-то матч я судила ее. Ныряет она? Ныряет она? Раньше ныряла, сейчас уже не обманет. А кто вот у мужиков больше всего ныряет? Вы проводили такой анализ? Ну, Криштиана одно время нырял. Было дело. Да. Головин или Миранчук? Головин. Почему? Потому что это другой чемпионат, потому что он молодец, не побоялся попробовать свои силы. И я считаю, у него отлично это получается. Турция или Дубай? Если говорить об отдыхе, конечно, комфортабельно Дубай. По возможностям, да, опять же, я говорю, если брать тренировочный процесс, поля, спарринги, то Турция. Платье или джинсы? Ну, больше мне по душе джинсы. Вы платье носите? Да. Совсем недавно была приглашена на свадьбу. Вот. Выгулила свое платье. У вас есть такое? Пойти по магазам, там, пройтись? Я не шапоголик, я не люблю. Я захожу в магазин, если только мне что-то нужно. И если брать гардероб, я даже не помню, может быть, вот этот костюм недавно был приобретен, а так я не... Бокс или ММА? Ну, сейчас ММА набирает обороты, поэтому не хочется отставать ММА. Розетти или Коллина? Бо, нет. Это not fair. Why? Потому что с Розетти он был нашим руководителем, мне удалось с ним более тесно работать. Калина, он... Секс – икона мирового судейства. Ну, насчет секса я бы это слово убрала, потому что он мой руководитель FIFA, например. То, что... Ну, он не обидится, я думаю, если посмотрит. Ну, на самом деле, ну, правда, сложно сделать выбор, но Коллина, конечно же, именно, да, вы правильно сказали, икона судейства мирового. Кого выбираете? Роберто, I'm sorry. Коллина. Есть, она это сказала, да. Я так и хотел. Судьба или сила воли? Они рядом. Сила воли плюс характер может как раз направить, ну, свою судьбу, да, изменить. Пламбир или эскимо? Не очень люблю мороженое. В детстве часто болело горло. Пламбир 48 копеек, который, или 30. А вам за рекламу заплатили, понятно. Нет, мне никто не платил. Покер или блэкджек? В рулетку вообще не понимаю правил. Карты лучше потрогать. Карты. Море или горы? Море, однозначно. А лучше океан. Пассажир или Барселона? У мужчин Пассажир, у женщин Барселона. Любовь или карьера? Любовь. Любовь. Я заговорил про бои, я не знаю вам имя Диана Авсаракова, что им дает или нет. Это девушка из Осетии, она выступает в Беллатере. У нее, кстати, рекорд 2-0. Она всю жизнь бы это занималась вольной борьбой, а сейчас она вот прям штурмит американский промоушен. Я у нее брал интервью и одна фраза, цитата, я вам ее зачитаю. Надеюсь, мне никогда не предложат сниматься в откровенных фотосессиях. Вам предлагали сниматься в откровенных фотосессиях? В откровенных нет. Я себя все-таки стараюсь любить, но я понимаю, что если бы мне было что-то показать, например, если с этой точки зрения брать, то возможно. Но я не такого высокого роста, у меня не такая большая грудь, да, там, то есть если в качестве какого-то там, я помню, был календарь женщины-спортсменки всех видов, ну не всех, а многих видов спорта в обнаженном, ну они прикрывали интимные места. Ну, там, баскетболистка, футболистка, там, фигурная кота, не помню, ну то есть была такая календарь, я помню, вот. Не предлагали и сейчас точно нет. Нет, почему? Потому что, ну, как бы, наша профессия и такого рода фотосессии не очень хорошо. А есть ли, например, для вас какая-то акция, какая-то реклама, в которой бы вы не снимались, не принимали участие? Политическая реклама? Политическая? Ну, я не сильно в политике, а с другой стороны, мне кажется, мы не те люди, которые интересны той же политике. Как вы относитесь к Белле Эм? Моё отношение такое. Во-первых, я абсолютно поддерживаю, ну не то, что поддерживаю, абсолютно спокойно к проявлению тому или там каких-то акций. То есть я не ярый поклонник, да, защитник, но у нас ситуация иногда вынуждает, возвращаясь как раз к Олимпийским играм. Вы там вставали на колено? Все разы? Все. Почему вы это делаете? Потому что у нас была такая, не то что установка, а просьба, что если одна команда решает использовать ниллинг, то судьи, ну вставать на колено. Это так называется? Ниллинг. Ниллинг. Бед кожи, религия, религия и все остальное. Вот. Поэтому и ассистентка из Хорватии, она тоже говорит, как бы, что мы будем делать? Я говорю, я, какие будут у нас инструкции, какие у нас, да, будут? Мы будем этому следовать. Почему? Потому что я не вижу в этом проблемы. Нет, понятно, что сейчас, наверное, люди посмотрят и скажут, о, фу, она встает. Ну, пожалуйста, это ваше мнение. Но у нас были четкие инструкции. Команда встает, встаете. Две команды встают, встаете. Никто не встает, не встает. Это же не приказ был, это чисто рекомендация. Да. И мы все следовали. Украина вставала, Россия вставала, Япония вставала. Сейчас буду всех перечислять, но я думаю, не стоит, потому что все команды, кто вставал, даже та же Япония в матче, и опять же, я не хочу, это сейчас опять наговорят, в моем же матче Великобритании, Япония, Великобритания, все, обе команды встали. И ничего. Японцы их не освистывали. То есть это тон нового времени, нашего времени, модерн футбол, это, что это? Потому что по вашим внутренним убеждениям вы к ЛГБТ относитесь ровно и к... А почему я к ним должна относиться криво? Ну что они, какие-то прокаженные, что ли? Нет. Ну то есть, блин, камон, мы живем в 21 веке, люди. Ну давайте, я еще раз повторюсь, давайте вернемся будем, пересядем в колесницы в эти, в пещерах будем жить. И вы своего Мерседес никому не отдадите? Я его продам, куплю себе пещеру какую-нибудь побольше, у моря. Если бы вы сейчас играли в футбол, и вас бы попросили надеть капитанскую повязку в цветах ЛГБТ? Ну если бы меня команда при этом потом не убила бы, то есть если бы не было бы угрозы моей жизни, а почему нет? Опять же, я повторюсь, не путайте времена, те времена и сейчас. Сейчас, в 21 году и в 21 веке, какие стереотипы еще нужно убивать? Потому что Овчинников, вот, он сидел тоже напротив этом кресле и говорил, вот, то что байка про то, что футболисты тупые, это реально байк. Есть достаточно умный, начитный футболист. Он говорит, что это нужно прибивать и перестать так думать нам, там, прессе, болельщикам, фанатам. Конечно, конечно. С вашей стороны, какие стереотипы 21 века нужно убивать? Ну, опять же, возвращаясь к футболу. Женский футбол, мужской, бабий. Нет, даже если, я убеждена, все равно будут мужчины так считать, все равно они не будут его воспринимать, но так, ну, так уже, ну, по-моему, остались мало стран, кто так думает. То есть, опять же, у меня есть хороший пример. Я много езжу и по Европе, и по странам таким мировым, я имею в виду, и по миру, там уже такого нет. То есть, все равны. Голландия, ну, посмотрите, все равны. Мальчики играют с девочками, девочки играют с мальчиками. Все вместе, все, то есть, нету такого. Многие успешные девушки, женщины всегда в интервью, как табу, говорят, тему личной жизни я не обсуждаю. Ваша мотивация не обсуждать личную жизнь, это потому что это интимная жизнь, это личная. Ну, начнем с того, что все-таки что-то должно быть, да, какой-то кусочек, куда не очень хочется, чтобы кто-то там выходил, заглядывал и так далее. Это раз. Во-вторых, ну, не секрет, у меня нет семьи и, ну, детей, я имею в виду, там, отношения какие-то были, есть и будут. От этого тоже никто не застрахован. Бойфренд у меня футбол, и пока я в нем, он будет. Что будет дальше, я не знаю. Возможно, сейчас через какое-то время влюбитесь и скажете в футбол, все. Рожу трех детей, хотя, конечно, это непросто, хотя Мадонна, по-моему, родила. Я задумывалась, да, там, допустим, о ребенке, но я понимала, что я хочу самое лучшее для него, да, если самое лучшее, там, самый лучший детский сад, самая лучшая школа, ну, то есть все, институт это. И я понимала, что, ну, на все нужны финансы. То есть, если бы я была бы, там, дочкой олигарха, наверное, я бы не парилась, да, по этому поводу и, может быть, и ни одного бы ребенка. Слушайте, ну, думать так постоянно, много, и время может... Поэтому я заводила и завожу собак. Ага. Потому что у собаки я точно дам самую лучшую жизнь, у него будет самый вкусный корм, он у меня будет самый воспитанный, ездить на тренировки, то есть в этом плане. Ну и правда, наверное, все-таки это большая ответственность иметь детей. Ну а хочется же почувствовать себя матерью, родителям. Ну, возможно, где-то материнский инстинкт, наверное, немножко приглушен у меня в этом плане. Слушайте, а вот до финала Лиги Чемпионов, до Чемпионата мира, до Олимпиады, вы, даже работая в Динамо, и будучи судьей, но не такого крупного калибра, вы планировали беременность? Думали, что как вот в этот момент? Нет. То есть, честно, в мыслях и такого не было. Следующая наша рубрика, она называется рубрика Тимати. Потому что в одном из ваших интервью я услышал, что вы перед матчем слушаете Тимати, вас еще Евгений Савин пустевал. Ах, теперь мы знаем, что у Тимати есть мотивирующие треки. Я вам скинул куплеты из песен Тимати. Вы сейчас должны их зачитать и отгадать, что это за трек. Нормальный парень ест кебаб, а не суши, от души братуха душевно в душу. И дальше, дальше, дальше. Нормальный парень ловит кайф, когда бьет грушу, от души братуха прилетает в душу. Городская жизнь вокруг одни заборы, а я родился там, где одни просторы. Заведу мотор, опущу рессоры, чем выше горы, тем ниже приоры. Ну, этот, лада, седан, баклажан. Ууу, ничего себе, давайте похлопаем. Чем выше горы, тем ниже приоры. Лада, седан, баклажан. Бывало такое, что за вами, вот у вас Мерс, крутой класс, назовем кавказцы едут на приоры. Ну, он не крутой класс, но почему? У меня обычный Мерседес. Ну, почему-то все пишут. Ну, люди завидуют. Ну, люди завидуют, а то у нее там Е-класс последней модели, там, типа, за 7-8 миллионов. Нет, ребят, у меня нормальный, просто С-класс, который я еще успела купить на... Какого года он? 2016. Ну, миллиона триллиона стоит, наверное. Какой три? Сколько? Ну, какой три? Ну, сколько, скажите. Я сейчас боюсь соврать, но, как бы, там, до миллиона семьсот он у меня вышел. Это сейчас он стоит, там, от четырех и выше. Я посмотрела новую Мерседесу. Так. Следующий трек. У меня несущий вопрос. Насущный. А, насущный. Несущный. Еще раз. У меня несущный вопрос. Насущный. Ладно, ладно, я специально. У меня насущный вопрос. Выбрать себе Rolls-Royce или Rolls-Royce. Это Big Boys, Playing Big Toys. Тимати в клубе знает, кто я такой. Эй, проснись, двадцатый год на дворе. Окей. Это не вы случайно памятнику Маяковского подрабатываете рэпером? Да. Не, ну про Расс-Ройс я это все слушала. Как это называется, трек? Мургенштерна, знаете? Да видела. Давайте я называю первое слово, а вы второе. Давай. Эль? Нет, ну я название нет. Эль Проблема. А, Эль Проблема, точно. Знаете этот трек? На насущный вопрос, выбрать себе Rolls-Royce или Rolls-Royce. У вас был такой выбор когда-нибудь, Ламбо или Фера? Нет. Вы когда Мерседес покупали, только Мерседес хотели? Нет. Нет, у меня, если опять же касаться машин, у меня первая машина Hyundai Getz, вторая машина BMW 1. Так. И потом я уже поняла, что все. Поднялись, поднялись, поднялись. Да, ну все, посмотрите, все. Постепенно. Москва не сразу строилась. Манера вождения у вас такая, бывает что хотя бы иногда шашки, а вы говорите, что спокойно, но все равно шашки бывают? Прям вот иногда, когда, блин, перед тобой едет кто-нибудь медленный, особенно в телефоне. А ты либо опаздываешь, либо, ну все, уже надоело уже, вот этот эрпыр уже начинает самоукачивать. Да, я могу там обогнать и нормально ехать. Я, на самом деле, совсем недавно узнала, что у меня есть такая функция, как типтроник. Это когда выбираешь скорость определенную. И по ней гоняешь. И по ней, ну да все, и убрал ноги, блин, так круто просто. Следующий трек. 16 сантиметров каблуки, малыш блатует, готовить не умеет, за то, как танцует. Эй, фасад парней интересует. Селфи в инстаграм. Дуэт, дуэт. Увел ее из клуба. Теперь пора спешить. Багажники прохладно. Прошу меня простить. Джигит украл тебя. Это причина веская. Слышь, ты че такая дерзкая, а? Ты угадал? Ты знал? Так, ну 2 из 3 это на самом деле весьма-весьма. Джигит украл тебя, это причина веская. Слышь, ты че такая дерзкая, а? Тем более 3 вы тоже знали. Да, просто название. Вам этот образ близок? 16 сантиметров каблуки, клубы, вот так-то отдохнуть, селфи. Понятно, что у вас инстаграм для вас, это соцсеть очень больная тема. Такой образ, клубный отдых, как у футболистов, вам близок? Нет. И никогда не было? Нет. Ну, я говорю, по молодости, может быть, мы могли там... Забуриться? Ну, просто сходить, да, вот опять же, этот кальян раньше, это как раз модно было, но так, чтобы там всю ночь зажигать, нет. Во-первых, я не люблю клубы, танцполы, вообще танцевать я не очень люблю, каблуки, понятно, что с них можно упасть, особенно, что 16 сантиметров. Вообще не носят каблуки? Ну, вот я говорю, если только какая-то вот... Вот на свадьбе на каблуках были? На свадьбе нет, сейчас же, во-первых, лето, во-вторых, сейчас модный вот эти, спортивный такой стайл, кедики, кроссовочки, да. И, во-первых, во-вторых, удобно. Одно из ваших последних интервью, ну, у вас не так много видео интервью, по-моему, в последнем вы говорили, у вас спросили о лично ваших нововведениях в футболе, в женском, вы сказали, что у вас, ну, как мечта сделать женскую команду на Кавказе, сделать женскую команду на Кавказе, чтобы у Терека, у Ахмата была своя женская команда, у Манжи. Ну, не у меня мечта, а чтобы даже там были женские клубы. Вы реально до сих пор в это верите? Ну, во-первых, верить не запрещается, да. Во-вторых, ну, если в Саудовской Аравии, например, есть женский футбол, появляется. Почему? У нас Россия достаточно большая, и я думаю, что это точно, ну, не сейчас, но я думаю, что появится. Тем более развитие женского футбола, посмотрите, как идет, какими большими шагами. У вас есть страх, когда вы судите команду, где есть кавказцы? Страха нет, есть немножко неловкость, когда, ну, они сразу извиняются и жмут руку, ну, до ковида приветствуют, то есть сразу проходят, извините. Вот, сначала, первый раз вообще это было немножко шокировано. А потом мне просто сказали, я говорю, все-все, пардон. Все нормально. Да, все нормально. Поэтому просто мой второй матч был Спартак как раз Анжи. Было не просто с ними, но это было тогда. Да, сейчас, опять же, благодаря тому, что больше вовлекается женщин-арбитров в футбол мужской, вот, то есть они уже начинают к нам относиться. И, ну, где бы я ни была за последние года, вроде все нормально. Ну, то есть достаточно с уважением, то есть такого нет. После кейса Широкова, той ситуации с Никитой Данченковым, есть опасения, что может поднять кто-то руку? Будь то девушка, будь то мужчина. Ну, поднимает руку в обычной жизни, вот, сейчас выйти на улицу, есть опасения, что тебя кто-нибудь ударит. Ну, есть же такие люди, которые хочут просто кому-то врезать. Честно, не очень, ну, вернее, в душе надеюсь, что таких желаний ни у кого не будет. Все уже достаточно воспитанные, особенно если высокий уровень матча обслуживаешь, то есть до такого не доходит. Стараюсь не доводить до этого, почему? Потому что, если есть момент, я понимаю, что я ошиблась, я лучше аккуратно доведу, да, до этого человека. То есть, бывает, да, разъярен, но, слава богу, такого прям не было, чтобы там потом гонялись за тобой. У вас в спортивной сумке есть икона. Да. Когда вы уходите на поле, там, за 2-3 минуты, вы молитесь. Ну, то есть, какая у вас минута тишины, да. Ну, у нас, да. Понятно, что каждый думает о своем. О чем вы думаете? О чем думает Анастасия после того этого? Я, ну, во-первых, я перед тем, как чуть-чуть посидеть, помолчать, даю напутствие слова, вот. Для меня самое главное, чтобы прошла, желаю, чтобы игра прошла хорошо. Понятно, что никто не застрахован от ошибок, но, тем не менее, объясняю своим коллегам, что я буду помогать, чем могу, вижу, слышу, подсказывать обязательно. Ну, то же самое прошу от них, чтобы у нас была именно командная работа, чтобы мы в любой момент могли поддержать. Где-то можно улыбнуться, где-то, наоборот, что-то либо подбадривающее, либо даже крепкие словечки иногда используем, когда, ну, чувствуется, что уже теряем нить контроля игры, то есть там можно где-то друг на дружку, там, слушай, соберись давай. Ну, чего вы не хотите видеть во время футбольного матча, когда вы его судите? Красных карточек, чтобы пенальти, назначенные мною или не назначенные, были правильные, ну, то есть все верные решения, конечно же, это в идеале, и именно вот, чтобы, ну, правда, команды уходили, даже проигравшие уходили не с обидой на тебя, да, а, там, возможно, на себя, на какие-то свои действия, то есть чтобы мы были с одной стороны и в тени, а с другой стороны не испортили им матч. Я могу быть футбольным судьей? Опять про бороду? Да. Ну, скажем, в Европе, вот сейчас мы на Олимпиаде как раз были, и многие ребята были с бородой, и мы говорили, вот, типа, ты бы в России не судила, они говорят, как, а почему нельзя, ну, это же так, ну, мне удобно, там, правда, есть ребята, которые побреются, и там, ему 18 лет даже не дашь, с бородой выглядит брутально, симпатично, вот, ну, вот я говорю, это негласное такое правило в премьер-лиге, поэтому ребята бреются, и... Нет, ну, можно, в принципе, попробовать его этот, на себя взять ответственность и выйти с бородой. Ну, сейчас не про меня, а про вас, вы перед матчами думаете про маникюр, ну, педикюр, понятно, не видно, про макияж, про прическу? Макияж нет, почему? Потому что, когда ты потеешь, тушь потечет, дождь или там, ну, да, это ни к чему, там, губы накрашены. Кстати, к марте возвращаясь, вы же видите, у нее такая яркая-яркая помада, потому что она заключила контракт с фирмой косметической, ну, поэтому от этого. Вот, макияж точно нет, там, что касается прически, просто гелем, чтобы не мешали локоны. Маникюр обязательно, потому что, ну, ты, жеребьевка, ну, все равно, да, ну, даже не в этом дело, на самом деле я смотрю, что и ребята футболисты, ну, не практически все, но большинство тоже ухоженные ногти. Последнее. За сегодняшнее интервью вы мне хотя бы раз хотели показать красную карточку? Нет, почему? Потому что, ну, во-первых, не было ситуации такой, да, даже если там какой-то там вопрос, может быть, там, хотелось обойти, вот, поэтому на самом деле приятно, что такая атмосфера и... Ну, вот желтенькую, наверное, показать. А за что? За что? За вот такие вот вопросики. Ну, вот, Розетти, Калина, ну, нельзя такие вопросы задавать. Тем более, когда они мои оба руководителя в Европе и в мире. Товарищ судья. Спасибо. Спасибо, спасибо. Да. И давайте желтенькую напоследок. С удовольствием. Все, я пошел. Номер записывайте. Нет. Спасибо. 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 Субтитры сделал DimaTorzok